Природа Природа постоянно видоизменяется. На смену зиме приходит весна. Изменение означает появление нового мира. И сегодня мы войдем в один такой невиданный доселе крохотный новый мир. В лесу, на деревьях. На камнях и рисовых чеках существует скрытая сила, поддерживающая равновесие в природе как днем, так и ночью. Это рассказ о насекомых и их миллиметровом мире, невидимом для человеческого глаза. Насекомые или миллиметровый мир. Фильм первый. Великая стратегия. Это летняя ночь с освещающим поля звездным небом. На земле вспыхивают желто-зеленые огоньки. Это единственная насекомая, вырабатывающая свой собственный свет. Личинка светлячка Ликнурис руфа, и она вышла насладиться ночным воздухом. Это еще одна любящая ночь существо. Жарким днем улитка прячется в свою раковину. Она вышла на прогулку, чтобы насладиться ночной росой. Личинка светлячка начинает тихонько двигаться. Она вышла на охоту. И ее цель — улитка. Ползущая улитка оставляет за собой след густой слизи. Следующая за ней по этому слизистому следу личинка настроена весьма решительно. Выбрав себе цель, она уже никогда не отступит. Наконец, личинка светлячка догоняет улитку. И забирается на ее раковину. Она ждет своего шанса. А потом атакует с помощью ядовитого жала. Улитка отчаянно отбивается. Но, увы, все тщетно. У личинки на брюшке присоска. И она надежно присосалась к раковине. Улитка безуспешно пытается защититься и пенкой. Яд личинки светлячка быстро распространяется по всему ее организму. Личинка — это тонкая, беспощадная, убивающая машина. Это поистине неожиданный поворот событий. Похоже, личинка уверена в своем успехе. Немного отдохнув, она начинает ловко перетаскивать свою мертвую добычу. У личинки волчий аппетит. И она полностью высосет из раковины все находящееся там лакомство. Она пуглива и очень агрессивна. Это еще одно светящееся в темноте насекомое. Самка светлячка Ликнурис Руфа. Крылышки у нее деградировали, и от них остался только след. Когда личинка светлячка становится взрослой особью, она теряет свою агрессивность и перестает быть хищницей. Теперь она может питаться росой. В отличие от самки, у самца два темно-коричневых крылышка. И именно самец освещает летом ночное небо. А бескрылая самка освещает землю. Эти насекомые ищут свою пару с помощью своего свечения. Этих влюбленных соединил свет. Свечение светлячков – это не только романтическая серенада, но и сигнал того, что смертельно опасная личинка ищет свою жертву. Изучающая жизнь насекомых глубже постигает саму природу. Для живущих рядом с водой насекомых лягушки – самые страшные хищницы. Особенно опасны они для стрекоз. Лягушки могут притаиться в воде, когда прыгают в нее, чтобы отложить яйца. Лягушка приближается к другой цели. Она увидела парочку откладывающих яйца мелких императорских стрекоз. Но, похоже, шансов на успех маловато. Лягушке не везет. Но это не означает, что она сдалась. Она уже видит новую цель. Она выжидает подходящего момента. И потом, когда насекомое оказывается в радиусе досягаемости, она, оттолкнувшись своими задними лапками, на него набрасывается. Удивительное зрелище. В природе большие и сильные почти всегда охотятся на мелких и слабых. Но в мире насекомых это не всегда так. Поздняя ночь. Поздняя ночь. С наступлением ночи лягушки заканчивают охоту и отдыхают. Но сегодня лягушку пасет один хищник. И лягушка учуяла опасность. Наконец, охотник себя обнаруживает. Это жук, жужелица Эпомис негриканс, длиной всего 20 миллиметров. Эта жужелица имеет желтую каемку по краю своего тела. Это ночное насекомое, которое днем прячется под сгнившими листьями и камнями, а перемещается исключительно ночью. Такое трудно себе представить. Но эта жужелица питается лягушками. Жук Эпомис негриканс, охотник, специализирующийся на таких земноводных, как лягушки и жабы. Как же это крохотное насекомое охотится на гораздо более крупных животных, чем оно само? Когда жук впивается в лягушку, в течение нескольких минут он сосредотачивает свою атаку на ее спине. Он поражает ее нервную систему и мышцы лапок. Этот охотник прекрасно знает, где у лягушки ее ахиллесово пята. Когда лягушка не может двигаться, она быстро погибает. С наступлением ночи лягушка из хищницы превращается в жертву. Каковы внешние характеристики наземного жука Эпомис негриканс, позволяющие ему охотиться на лягушек? Во-первых, это его длинные и быстрые, как молния, лапки. Во-вторых, острые, как бритва жвала. Это главное оружие жужелицы. Оно настолько смертоносно, что жук может за один раз перекусить крепкие мышцы лапки лягушки. Поймав свою добычу, жужелица разрезает плоть жертвы на кусочки, которые может потом проглотить. Позже она съедает столько плоти лягушки, что на спине жертвы появляется зияющая дыра. И все потому, что ловля лягушек – нелегкая работенка. Иногда она может спариться с представителем противоположного пола, привлеченным запахом мяса. К пиршеству присоединяются и другие особи. Вскоре даже скелет исчезнет без следа. В мире насекомых многие вещи остаются за пределами человеческого понимания и интеллекта. Из земли выползает личинка. Это впервые увидевший дневной свет насекомая личинка жужелицы Эпомис негриканс. Она крохотная, ее длина всего 4 миллиметра. Но она обладает теми же инстинктами хищника, что и ее более зрелые родственники. Даже личинки жужелицы инстинктивно устремляются за лягушками. Порой это насекомое принимает вызов, который кажется ей не по силам. Оно подбирается к лягушке и впивается в ее лапку. Как и взрослые жуки, впившаяся в свою жертву личинка уже ее не отпустит. У нее острые, крючкообразные жвала. Это поистине дитя устрашающей жужелицы. Личинка впивается в лапку или грудной отдел лягушки и питается ее телесными жидкостями. Прежде чем стать имаго, она должна пройти через три линьки. И потом она снова будет охотиться на земноводных, которые в несколько раз больше ее по размеру. Несмотря на крохотный размер насекомых, к ним нельзя относиться пренебрежительно. Весна – прекрасное время года, когда природа пробуждается во всем буйстве красок. Но это также время года, когда борьба за выживание в крохотном мире насекомых становится еще более яростной. Короткие ноги и длинное тело. Эти появляющиеся из земли по весне жуки называются черные майки. В прошлом их можно было часто увидеть на рисовых чеках и полях. Но в наши дни они встречаются только в исключительно первозданной среде. Несмотря на их устрашающий вид, взрослые особи травоядны и питаются только растениями. Это азиатский жук-огнецвет – псевдоперачроу-руфула. С наступлением брачного сезона самец азиатского жука-огнецвета повсюду следует за самкой черной майки. А все потому, что перед ним стоит важная цель. После борьбы жук-огнецвет кусает спинку черной майки. Теперь черная майка при нападении на нее будет выделять вещество, называемое канторидин. Это ядовитое вещество. Но азиатский жук-огнецвет так за него борется, потому что оно им очень нужно. Он его использует для привлечения самки. Для других насекомых – канторидин яд. А для азиатских жуков-огнецветов – средство выживания. Меньшее из этих двух насекомых – самец черной майки. У них изогнутые усики. Эти усики необходимы для спаривания. У самца очень сложный ритуал ухаживания. Соблазнив самку своими усиками, он с согласия самки будет с ней спариваться. Когда их встреча закончится, самка выберет на земле место и начнет там рыть. Эта трудоемкая работа длится от трех до четырех часов. Наконец, тоннель готов. Самка входит в него и откладывает порядка пяти тысяч яиц. А через три недели из яиц появятся личинки. На лугах великое множество цветов. Это горячая пора для ищущих цветы насекомых. Цветок японского чертополоха тоже весь в насекомых. Как только на цветок садится бабочка, все эти крохотные насекомые приходят в движение. Это личинки черной майки. Они вылупились и выползли на поверхность всего несколько часов назад. Появившись на свет, они инстинктивно поднимаются вверх по стеблям цветков и растений. Личинки, которые поднялись на верхушке нецветущих растений, начинают собираться все вместе. Личинкам же, забравшимся на цветки, повезло гораздо больше. Теперь кажется, что личинки – это часть цветка. Вся подготовка закончена. И личинки ожидают насекомых, которых эти цветки к себе привлекают. Личинки, собравшиеся на растениях без цветков, реагируют на жужжание журчалки. Они маскируются под цветки. А делают они это потому, что их выживание полностью зависит от прилетевших на цветок в поисках меда и пыльцы насекомых. Однако личинки, выбравшие жука-дровосека или усача, вряд ли выживут. Они разделят свою участь с жуком. Насекомое, которого ждут эти личинки, это вообще-то пчела. И вот, наконец, это долгожданное гостье прилетает. Это шмель. Разновидность пчелы. Личинки сразу же забираются на пчелу, как будто только и ждали этого момента. Присосавшись к мохнатой маленькой пчеле, личинки глубоко впиваются в ее волосяной покров. Самки черных маек откладывают тысячи яиц. Ведь шансы того, что после их появления на свет они выберут пчелу, очень невелики. Из-за этих зайцев пчела дергается от дискомфорта. Но все равно продолжает свою миссию по сбору пыльцы и меда. Пчела отяжелела от личинок черной майки. Но все равно отправляется в обратный путь. Ей невдомек, что она несет в свой дом врага. Шмели строят свои улей в кротовых и крысиных норах. Шмель успешно возвращается в свой улей. Он в полном неведении, что он только что изменил судьбу всего своего царства. Он начинает стряхивать с себя этих незваных гостей. И теперь личинки черной майки приступают к своей скрытной операции по выживанию. Они будут питаться шмелиными яйцами и пыльцой. Иногда по ним могут пройтись. Или даже съесть. Но если удастся выжить, даже одна личинка может стать разрушительной силой. Она даже начнет питаться пчелиными личинками. А следующей весной покинет улей и переберется во внешний мир. В этом мире живет около 900 тысяч видов насекомых. Чтобы выжить в самых разных средах, они используют большое разнообразие стратегий. Это камень, который часто встречается в долинах. В покрывающем камень мхе наблюдается движение. Существо, приспособившееся к этой бесплодной среде, гусеница оливковой серпокрылой моли. Она питается мхом. А когда вырастает, чтобы спастись от хищников, становится похожей на мох, которым питается. Чешуйница обыкновенная, длиной 10 миллиметров, тоже прячется во мху. Однако в дикой природе абсолютно безопасных мест не бывает. Это существо прячется во мху и кормится насекомыми, которые оказались здесь в поисках безопасности. Это муравьиный лев, Дендролеон джозаенсис. Его длина всего 7-8 миллиметров. Но в этом покрывающем камень мху он самый главный хищник. Муравьиный лев – большой мастер маскировки. Его маскировка столь идеальна, что он долгие годы прятался от энтомологов. Это существо также похоже на мох. Хотя это насекомое живет не там, где муравьиный лев Дендролеон джозаенсис. Оно очень на него похоже. Это существо адаптировалось к песку и охотится на муравьев с помощью конусовидной ловушки. Ловушка, которую вырывает этот муравьиный лев, обычно называется муравьиный ад. Ведь стоит муравью упасть в эту ловушку, выбраться из нее уже невозможно. Как и муравьиный лев Хагеномия миккенс, муравьиный лев Дендролеон джозаенсис использует для охоты окружающую его среду. В данном случае – мох. Он прячется на покрытых мхом камнях и схватывает проходящую мимо жертву. Наконец появляется цель. Но муравьиному льву не удается ее поймать. Если охота будет неудачной, ему придется выжидать на одном месте с раскрытыми острыми жвалами до нескольких дней. Он охотится на крохотных насекомых, живущих на покрытом мхом камне. Вот он заприметил гусеницу оливковые серпокрылые моли. Охота начинается, когда гусеница переползает через замаскированную подмог спину муравьиного льва. Главное оружие муравьиного льва похоже и на клешни жвала. Он вонзает свои жвала глубоко в свою жертву и кормится ее физиологическими жидкостями. Он висит на камне вверх ногами, чтобы сполна насладиться этой долгожданной трапезой. Муравьиный лев снова прячется. Появилась новая жертва. На этот раз эта чешуйница обыкновенная. Несмотря на свои энергичные движения, она тоже становится добычей муравьиного льва. Маскировка муравьиного льва помогает ему не только охотиться, но также служит защитой. Проведя свое детство в защищающем его от опасности мхе, муравьиный лев теперь строит кокон, чтобы превратиться в муравьиного грифона, взрослую форму муравьиного льва. Через 3-4 недели муравьиный лев появится из кокона как полностью сформировавшаяся взрослая особь. Превращение началось. Самый опасный этап в жизни муравьиного льва это его появление своего кокона. Он абсолютно беззащитен и должен двигаться максимально быстро. он закрепляется лапками на камне и медленно расправляет свои крылья. Превращение завершено. Это муравьиный грифон Дендролеон джезаенсис. Он должен покинуть свой покрытый мхом дом. Однако, если ему удастся выжить, он еще сюда вернется. В июле, когда начинают дуть теплые ветры, появляется оса изодонтия Харманди. Эта оса живет в покрытых низкой травой долинах. Ее стратегия выживания — рытье подземных тоннелей. Она роет грунт своими красными ножками. Она делает это двумя передними ножками. В жаркие летние дни эти тоннели имеют двойное предназначение. Они служат детской для личины косы, а также хранилищем еды для этих личинок. Эти тоннели также притягивают знающих о привычках осы незваных гостей. Эта насекомая, внимательно наблюдающая за тем, как оса роет тоннель, называется муха-тахина. Она следит за движениями осы и даже инспектирует участок рядом с тоннелем. Муха явно что-то замышляет. Она прячется в траве и продолжает наблюдать. Как правило, строительство тоннеля занимает у осы весь день. Когда работа закончена, оса заделывает вход в тоннель почвой. Теперь она отправится на охоту, чтобы накормить свои личинки. Она видит цель. Оса изодонтия Харманди часто охотится на кузнечиков. И, как правило, ее целью становится зеленый кузнечик. Выбрав цель, она парализует ее ядовитым жалом, которое удивило даже известного энтомолога Жана-Анри-Фабра. Зеленый кузнечик обеспечит личинку осы питанием. Оса отложит по одному яйцу в каждом тоннеле и запасется шестью-семью зелеными кузнечиками для своих прожорливых личинок. В то время, как оса занята ретем тоннеля, появляется муравей. Учуяв еду, муравей нахально ворует зеленого кузнечика. Однако, воришка улечен, и его попытка украсть зеленого кузнечика пресечена. муха-тохина тихо наблюдает за разворачивающейся драмой. И когда оса тащит зеленого кузнечика в свой тоннель, она жужжа подлетает к тоннелю и бросает в него свои личинки. Что теперь произойдет внутри? Личинка осы питается бедным, парализованным зеленым кузнечиком. Личинки мухи-тохины тоже начинают двигаться. И они съедят не только зеленого кузнечика, но и личинку осы. И в итоге выживут только личинки мухи-тохины. Не ведая, что ее детеныш в опасности, оса тщательно герметизирует вход в тоннель. Людям это может показаться жестоким, но это стратегия выживания мухи-тохины. утоляющий жажду растений дождь, также благодать и для насекомых. мухи-тохины Эти собравшиеся вокруг капельки воды муравьи называются остробрюхями. Когда они пьют воду, то часто поднимают свои брюшки. Длина этих муравьев 5 мм. И они строят свое королевство среди сухих растений и внутри деревьев. Вдоль муравьиных тропок разбросаны яйца, и муравьи их подбирают. Это яйца серебристой бабочки Спиндасис токанонис. Когда из яиц вылупляются гусеницы, работенки у муравьев прибавляется. Их очень интересуют эти гусеницы. Они трогают их своими усиками и порой кажется, что они направляют гусеницу. А теперь муравьи гусениц кусают. Они затаскивают гусениц серебристой бабочки в свой дом. И это делают очень многие муравьи. Какова дальнейшая судьба похищенных муравьями гусениц? Прошел год. Из входа в муравьиную колонию появляется большая гусеница. гусеница. Что же там произошло? Может показаться, она убегает от муравьев. Но это та самая гусеница, которую они похитили год назад. И теперь она гораздо больше своих похитителей. муравьи муравьи с интересом изучают тело гусеницы. Их особенно привлекают два бугорка на конце ее хвоста. На бугорках волоски. муравьям очень нравится тереться об это место. Время от времени гусеница выползает наружу. Однако большую часть своей жизни проводят внутри дерева вместе с муравьями. Но как гусениц удалось прожить целый год внутри дерева с муравьями? Если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что муравьи чем-то кормят эту гусеницу. Муравьи срыгивают для гусеницы пищу. С того момента, как эта гусеница вылупилась из яйца, она постоянно питалась тем, что ей срыгивали муравьи. гусеница серебристой бабочки смогла вырасти благодаря еде, которой ее кормили муравьи. Но почему остроблюхи муравьи целый год кормили гусеницу и заботились о ней? Ответ лежит между двумя бугорками на кончике хвоста этой гусеницы. муравьи муравьи стимулируя это место между двумя бугорками на хвосте гусеницы питаются выделяемым оттуда медом. По мнению липидоптерологов, выделяемое гусеницами вещество обладает сильным вызывающим привыкание к качествам. В этом дереве происходит симбиоз между гусеницей серебристой бабочкой и остробрюхим муравьем. В течение очень продолжительного периода времени эти муравьи эволюционировали, чтобы заботиться о гусеницах, а гусеницы развивались так, чтобы муравьи их кормили. И вдруг происходит нечто невероятное. Муравьи начинают кусать одно из своих яиц. А потом несут это яйцо гусеницы. Гусеница съедает яйцо. Оно даст ей необходимое количество белка. И вот гусеница, получавшая неустанную заботу муравьев готовится покинуть их общий дом. Муравьи продолжат защищать гусеницу и во время ее удивительного превращения в бабочку. А потом она покинет муравьев. муравьев все это было устроено серебристой бабочкой. Она отложила свои яйца на тропинках остробрюхих муравьев. первая встреча муравьев и гусениц и кормление гусениц муравьями все это было спланировано заранее. все это может показаться каким-то непонятным, но именно так и выживают эти насекомые. В невидимом для человека мире миллиметровых существ соседствуют жизни-смерть, жестокость и постоянное движение, и мир этот насыщен жизненной силой. Стратегия выживания насекомых бывает на редкость изощренной и одновременно жестокой. Насекомые удивительные существа не только благодаря своему крохотному размеру, но и сложности их жизни. И в этом мире миллиметровых существ нет точного разделения на слабых и сильных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Их можно увидеть на поверхности крошечных листьев, цветов и веток. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый лист казался бы нам огромным и таинственным, как Вселенная. Насекомые или миллиметровый мир. Фильм второй «Микрокосмос листвы». Последуем за легким ветерком и ручьем, чтобы попасть в мир насекомых. Это насекомое обитает на ветвях деревьев. Его длинное тело похоже на ветки, на которых оно живет. Это палочник. Его тело суставчатое, как стебель бамбука. Он свисает с листа вниз головой, хотя и не имеет крыльев. Его длина около 10 сантиметров. Он обитает на деревьях и кустарниках. Заметив хищника, он вытягивает лапки, чтобы еще больше походить на древесный отросток. Иногда он изображает мертвого и падает с ветки. Обычно палочники кормятся листьями таких деревьев, как дуб. Достигнув зрелости, палочник может размножаться каждые 10 дней. Самка поднимает головку кверху и откладывает яйца, напоминающие семена. Она откладывает яйца так, словно разбрасывает семена. Роняет их на толстый слой листьев, покрывающий землю в лесу. Это необычно, ведь большинство других насекомых откладывают яйца в укромных местах. Самки палочника способны размножаться без участия самца. Взрослая самка проводит все свое время, поедая листья и откладывая яйца. Каждая самка может отложить от 600 до 700 яиц. Подобно фермеру, засевающему поле, эти существа используют свою необычайную плодовитость, чтобы выжить. Солнце садится. День неизбежно сменяется ночью. Мир становится иным, отличным от дневного. В мире насекомых наступает темнота. Хотя для многих ночь, тревожное время, есть существа, ожидающие ее прихода с нетерпением. Мы видим, как блестят глаза хищника, обожающего тьму. Ёж, ведущий ночной образ жизни, вышел на поиски пищи. Жужелица спешит ему навстречу, и тут же в испуге пускается на утек. Не сумев поймать добычу, ёж продолжает поиски пропитания. Эти насекомые, дерущиеся за пищу, так называемые жужелицы Янковского. Их часто называют лесными уборщиками. Иногда они добывают пищу, используя свои жвала, похожие на клешни. Сегодня жужелица поймала червя. Но внезапно она начинает корчиться, словно от боли. Слизь червя забила дыхательную систему жужелицы, и теперь ей трудно дышать. Палочник, беспрерывно жующий и откладывающий яйца, также привлекает хищников. Один невезучий палочник уже стал добычей жужелицы. Жужелица нашла укрытие и наслаждается вкусным ужином. Однако ее ждет жестокая судьба. Укрытие находит голодный еж. Еж, использующий для поиска пищи свое обоняние, с легкостью находит такую добычу, как жужелица, даже в непроглядной ночной тьме. Прикончив жужелицу и даже палочника, которого она не доела, еж продолжает свою ночную охоту. Жужелица поймала мотылька и с трудом тащит его куда-то. Но ее поджидает опасность. Еж должен наполнить желудок до рассвета и успеть вернуться домой. Промедление смерти подобно. В лесу всегда небезопасно. Здесь повсюду таятся хищники. После ухода ежа напряжение спадает, и лес снова становится мирным. С наступлением утра воспоминания ночи рассеиваются вместе с темнотой. Начинается новый день. Каждое насекомое живет в своем собственном мире, где проходит его жизнь. Этот дуб – мир для формозских бронзовок. С виду спокойный. На самом деле дуб является полем боя, где бронзовки бьются за древесную смолу. Причина в том, что смола дуба – необходимое вещество для выживания бронзовок. Жадный самец бронзовки вытягивает передние лапки и заглатывает всю смолу. В местах выделения смолы часто происходит спаривание. Все потому, что эти места всегда привлекают много бронзовок. Здесь царица Матоха из-за обилия самцов, которым не удалось найти себе пару. Это битва самцов. Они сражаются за право спариться с самкой. В качестве оружия самцы используют свои рога. Они подбрасывают друг друга, словно борцы. Дерево – это их ринг. И самец, сброшенный с дерева на землю, проигрывает схватку. Победитель получает самку, а проигравший престиженно убегает. Кажется, что здесь царит мир. Затем жадная молодая самка решает забрать себе всю смолу. Она начинает отталкивать бронзовок, поедающих смолу. Постепенно борьба обостряется. И превращается в поединок между самцом и молодой самкой. Кажется, что самка одержала верх, но затем самец дает ей отпор. Самец сбрасывает молодую самку с дерева. На дереве вновь выцаряется мир, насилие сменяется любовью. Этот дуб для бронзовок – не просто дерево. Здесь они спариваются, питаются и борются за выживание. Это сцена, на которой проходит вся их жизнь. Есть существо, весь мир которого состоит из листьев размером с ладонь. Вот это насекомое, сверчок лесной, просопа грилок рис японика. Он гораздо меньше листа. Чтобы защититься от опасности леса, лесной сверчок строит себе дом из листьев. Это помогает скрываться от хищников. Найдя подходящий лист, сверчок начинает выделять изо рта тонкую нить. Эта нить в основном состоит из протеина, и с ее помощью сверчок сшивает края листа. Из всех сверчков только этот вид и сверчок Непанси Строгер Тистакус способны выделять нить. Сверчок соединяет переднюю часть листа с задней. Он прилежно двигает головой влево и вправо, соединяя лист, подобно умелой швея. Закончив работу, сверчок отдыхает до наступления ночи. Наконец, на лес спускается темнота. Появляется сверчок, ведущий ночной образ жизни. Он ничего не ел целый день, так что спешит на поиски пищи. Это проворное существо – настоящий хищник. Он питается мотыльками, а также насекомыми, которые превосходят его размером. Насекомые, любящие ночное время, к примеру, цикады, также становятся жертвами сверчка. В погоне за цикадой сверчок взбегает по стволу. Заметив добычу, сверчок бросается вперед и хватает невезучую жертву. Охота увенчалась успехом. Сверчок впивается в плоть цикады своими хорошо развитыми жвалами. Утолив голод, даже такое хищное насекомое спешит построить новый дом, забраться внутрь и спрятаться от хищников до следующей охоты. Бабочки улетели из заросших цветами лугов в низину. Эти бабочки называются голубянками или по-научному силастрина-ориас. Они прилетели к воде в поисках питательных веществ. Минералы, необходимые им для размножения. Инстинкт подсказывает, что низины у водоемов богаты минералами. Покой бабочек невольно нарушает пестроносая крякла. Испуганные бабочки улетают прочь. Еще одно насекомое, тесно связанное с водой, стрекоза. На стадии личинки она питается водными насекомыми и мелкими рыбками. Личинка стрекозы дозорщика июльского обычно питается медакой китайской. В этой подводной экосистеме личинка – страшный хищник. Личинка дозорщика июльского ждет медаку в засаде. Она ждет возможности атаковать. И хватает рыбку в мгновение ока. Для нападения личинка использует жвала. ей не составит труда одолеть крошечную рыбку своими мощными и быстрыми челюстями. Личинка отправляется на поиски новой жертвы. Еще одно ее любимое блюдо – головастики. Личинка стрекозы видит головастика. Через секунду она хватает его, выдвинув загнутые нижние жвала. Голова стекбешно бьется, но все его усилия бесполезны. Мощные жвала личинки глубоко впились в его тело, лишая всякой надежды на спасение. Но это еще не конец истории. Выпрыгнув из воды, лягушка нападает на стрекозу. Эти заклятые враги будут сражаться вечно. Крошечный белый паучок вверх ногами свисает с цветка. Это паук-краб Томиссус лобифактус. Его называют пауком-крабом из-за приплюснутого тела, похожего на крабья. Паук прячется под цветком и атакует привлекаемых им насекомых – бабочек, мух и пчел. В отличие от большинства других пауков, паук-краб не плетет паутины. Вместо этого он ждет, пока насекомый подлетит к цветку и пускает в ход длинные передние ноги и ядовитое жало. Паук осторожно подбирается к жертве. Делает бросок, но ветер качнул цветок и пчела смогла спастись. И снова паук ждет. Он уверен, что аромат этих диких цветов привлечет других насекомых. Эти пауки действительно похожи на крабов. Наконец, долгое ожидание окупилось. К цветку подлетела бабочка. Пауку пора продемонстрировать свои охотничьи навыки. Его движения практически неуловимы. Паук прячется за цветком и приближается к бабочке незамеченным. Он все ближе подбирается к беспечной жертве. Несмотря на близость хищника, бабочка, похоже, не подозревает об опасности. Паук наносит удар. Он осторожно выдвигает жало и вонзает его в бабочку. хотя бабочка сбежала от хищника. Она умрет, когда яд паука распространится по телу. насекомые, населяют каждую щелочку и уголок мира. Это существо живет в земле. Насекомое, расчищающее вход в свою норку, личинка жука скакуна. Она высовывает голову из тоннеля, ожидая, пока мимо пройдет жертва. Вскоре появляется гусеница. Личинка жука скакуна поджидает добычу, замерев без движения. Затем она хватает гусеницу и затаскивает в свою нору. Иногда она выбрасывает непонравившуюся пищу. Муравей фуражир также падает в нору личинки жука скакуна. Личинка хватает его мощными жвалами, похожими на клешни и бесцеремонно съедает. Личинка жука скакуна славится своим пристрастием к муравьям. Все съедобное она съедает, а жесткий панцирь выбрасывает. Затем расчищает туннель в ожидании следующей жертвы. Так выглядит взрослый жук скакун необыкновенно красивое существо. И все же он сохраняет хищнические инстинкты личинки. Под яркой оболочкой скрывается яростный и агрессивный характер. наглядная демонстрация великолепия природы. Но под этим великолепием кроется целый мир. Миллиметровый мир, часто населенный необычными существами. Это существо восхитительно голубого цвета. Оно редкое и увидеть его сложно. Усач небесный Розалия Калестис. Он считается самым красивым жуком-усачом из обитающих в Корее. об этом таинственном существе известно немногое. Один из установленных фактов тот, что это насекомое, будучи личинкой, живет в древесине, а свой красивый цвет приобретает при рождении. Нам предстоит еще многое узнать об этом удивительном существе. вскарабкавшись на максимально высокое место, он улетает на поиски нового мира. Весна. Время пробуждения природы. Просыпаются насекомые, впадавшие в спячку на всю зиму. Эти крошечные яйца тоже пробуждаются к жизни. Это яйцо бабочки пережило суровые месяцы зимы. Из него на наших глазах появляется гусеница бабочки березовый зефир. гусеница выбравшись, гусеница начинает инстинктивно взбираться на дерево в поисках пищи и укрытия от хищников. Она ищет цветочный бутон. Ранней весной это самая вкусная пища. Однако цветочный бутон нужен гусенице и по другой причине. Она прогрызает лепестки и забирается внутрь. бутон поможет ей спрятаться от холода и голодных хищников. Для такой маленькой гусеницы даже упавший лист может стать убежищем. Еще одно насекомое, пережившее зиму под покровом опавших листьев, гусеница бабочки японская переливница. Теплые лучи весеннего солнца пробуждают гусеницу от глубокого зимнего сна. Теперь она должна покинуть защиту листьев и начать жизнь бабочки. разная вещества падающие с младых весенних листьев активируют инстинкты гусеницы. Она взбирается на дерево в поисках зелени. гусеница гусеница принимается наполнять свой пустой желудок. Эти листья станут не просто местом ее обитания, но и всем миром. Она не уйдет, не пройдя трансформацию. Гусеницы покрыты жестким панцирем, который вынужден избрасывать по мере роста. Этот процесс называется линькой. С каждой линькой гусеница все больше похожа на дерево, на котором живет. Она почти все время ест. ненасытный аппетит отражает неистовую скорость ее роста. Но вот приходит пора отказаться от инстинктов гусеницы. Она превращается в куколку, переходную стадию между гусеницей и бабочкой. гусеницей окукливание удивительный процесс. Он оставляет гусеницу беззащитной перед нападением хищников, к примеру, птиц, и она рискует погибнуть, не пройдя полную трансформацию. Через две недели после окукливания происходит необыкновенное событие. звезда этого удивительного представления бабочка японская переливница. теперь она покинет дерево и листья служившие ей и укрытием и пропитанием. Прекрасное, хотя и привычное зрелище. Но если вспомнить о том, каким нелегким был их путь к полету, то их красота становится еще более ценной и редкой. не не гусеницам удается превратиться. Лишь один процент гусениц успешно становятся бабочками. Все дело в том, что от хищников спрятаться сложно. гусениц бабочки крушинницы прицепилась к ветке и приготовилась окуклица. Существо, которое исследует тело гусеницы, это пчела-паразит. Это трехмиллиметровое насекомое с бездумной жестокостью откладывает яйца в тела носителей, таких как гусеницы. Оно вводит внутрь свой острый яйцеклад, чтобы поместить в гусеницу свои яйца. Эта пчела может за раз отложить сотни яиц. Когда яйца проклюнутся, личинки будут расти, питаясь внутренностями гусеницы. Пока пчела-паразит откладывает яйца, гусеница делает последнее приготовление к превращению в бабочку. Она становится куколкой. хотя сейчас ее органы функционируют нормально, вскоре они перестанут работать. этот кокон, из которого вот-вот появится бабочка, дергается при малейшем прикосновении, демонстрируя признаки жизни. Даже на этом этапе жизни куколка пытается защищаться. Это кокон-бабочки японская переливница. Он яростно бьется. из этого здорового кокона появится прекрасная бабочка. А из этого кокона начинают выходить пчелы-паразиты, похожие на свою мать. Десятки пчел одновременно вылетают наружу. выйдя на свет божий, они принимаются счищать грязь со своих крыльев и усиков и немедленно начинают спариваться. Пчелы-паразиты уже совсем взрослые. Они разлетятся в поисках новых носителей. А позади останется пустой кокон и останки куколки, не сумевшие выполнить свое предназначение. Миллиметровый мир — это мир насекомых. В этом мире все процессы повторяются бесчисленное количество раз. спаривание, размножение и борьба за выживание. Особую важность для насекомых имеет спаривание. Инстинкт заставляет их передавать свои гены будущим поколениям. Только так можно победить в напряженной природной борьбе за выживание. порой этот инстинкт приводит к обратным результатам. Например, у гусениц, которые быстро растут, поедая листья. Иногда из-за своей жадности они лишаются дома. Некогда зеленое дерево стоит обнаженным. Вместо листьев его ветки покрыты гусеницами. Это гусеницы бабочки насадки листовидной. Они съели всю листу на этом каркасе китайском. Каждая разновидность гусениц кормится на определенных деревьях или кустарниках. Тем самым им удается избежать конкуренции. Эти гусеницы питаются только листьями каркаса китайского или японского. Поэтому им нужно найти новое дерево. Гусеницы спускаются по нити вниз головой. Они должны как можно скорее найти новый источник пищи. В поисках нового дерева они даже решаются спуститься на землю. Поскольку эти гусеницы плохо приспособлены к ползанию по земле им опасно здесь находиться. За ними внимательно наблюдает хищник. Это известный нам жук скакун. Ему удалось почувствовать вибрации ползущих гусениц. мощные челюсти и быстрые ноги делают это существо супер охотником мира насекомых. Жук скакун с легкостью хватает челюстями намеченную жертву. гусеницей гусениц отчаянно борется она бессильна против быстрых ног и железной хватки хищника. Этой мастерской демонстрации охотничьих способностей жук скакун оправдывает свою репутацию. гусениц которым пришлось спуститься на землю чтобы закончить свое превращение ждет печальный конец в челюстях жука скакуна. В мире насекомых это обычное явление. поэтому некоторые гусеницы прибегают к разным ловкам чтобы спастись от хищников. Это гусеницы бабочки толстоголовки обычно обитающие на листьях корейского ямса. Это пухлое существо строит укрытие для защиты от естественных врагов и хищников. Гусеницы используют нить выделяемую изо рта чтобы сшить края листа. Она мечтала о безопасности внутри своего домика. И все же ей не суждено стать бабочкой. Крошечные насекомые прогрызают тело гусеницы чтобы появиться на свет. Она стала жертвой осы паразита. Гибель одного существа дает жизнь множеству других. Таким образом в миллиметровом мире рождение бывает более жестоким чем смерть. это гусеница покрытая шипами будущая бабочка углокрыльница траурница японская. Шипы нужны ей чтобы отпугнуть потенциальных хищников. Несмотря на предосторожность гусенице не удалось избежать трагедии. Есть враг которого не пугают ее шипы. Насекомые оседлавшие гусеницу и поджидающие своего шанса еще одна разновидность осы паразита. Пусть крошечная но для гусеницы оно смертельно. Оса отложит в тело гусеницы десятки яиц. Когда из них выведутся личинки они будут расти внутри поедая питательные вещества в теле гусеницы и наконец повзрослев они выйдут наружу из тела мертвой гусеницы. Теперь эта гусеница носитель. защищая себя она защищает и яйца осы паразита. Она служит невольной нянькой личинкам осы наездницы живущим в ее теле. Паразиты удивительные и вместе с тем ужасные существа. Насекомые развили множество разных стратегий для того, чтобы выжить в жестокой конкуренции природы. Некоторые из них научились использовать свое окружение. Коконы и насадки листовидные напоминают лист, с которого свисают. Этот крупный кокон японской переливницы также похож на лист. гусениц бабочки голубянки аргус также прячется от хищников. Это существо, напоминающее ветку, на самом деле гусеница пяденицы. Такая тактика может обмануть самых проницательных хищников. Некоторые бабочки похожи на листья. Подобная маскировка может показаться недостаточной, но все же действует. Вот каким образом палочнику похожему на ветку удается выживать так долго. И все же хищники таятся повсюду. Кузнечик короткокрылый поймал палочника. Но палочник решается на необычный шаг. Вместо борьбы за выживание он предпочитает дарить новую жизнь. Даже в челюстях хищника палочник продолжает разбрасывать яйца. даже перед лицом смерти он не забывает о главной цели своего краткого существования воспроизведении своего вида. Яйца палочника падают на землю. Их накрывают опавшие листья. Под теплым одеялом листвы они переживут холодную зиму и вылупятся следующей весной. Листья это микрокосмос в котором разыгрывается бесконечная драма жизни. Мир насекомых это отражение вселенной. Здесь соседствуют радость и печаль любовь и смерть. Этот миллиметровый мир населенный бесчисленными насекомыми отражает красоту и жестокость вселенной в которой мы живем. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Новосибирск ТВ. Новосибирск ТВ. Новосибирск ТВ. Новосибирск